Без сомнения, два самых интересных светосильных автофокусных телевика для кроп-камер Sony и не только. Surrey Sniper 75 f1.2 и Viltrox 75 f1.2 Pro версии. Давайте их сравним и поймем, какой из них будет лучше за свою стоимость. Поехали! Всем салют, друзья! Меня зовут Олег Никитин, вы на канале No Limit Son. Недавно я делал обзоры сравнения Surrey Sniper 16 против Sigma 16, f1.2 и f1.4. Ну а сегодня мы смотрим на 75, f1.2 обе. Дело в том, что Surrey Sniper выпустили комбо-комплект 75, 1.2 и 16, 1.2 с огромной скидкой. 600 долларов на зарубежном рынке. Ну а у нас эта стоимость 50 тысяч рублей, 51 тысяча рублей, если быть точными, на Kremlin Store. Kremlin Store огромное спасибо за предоставление мне Surrey Sniper комплекта 75,16. Заходим к ним на сайт, смотрим стоимости, покупаем смело. Мои большие друзья и коллеги, ссылочку оставляю в описании. Так вот, у них этот комплект стоит 51 тысячу рублей, а Viltrox стоит 68 тысяч рублей. То есть один этот объектив на десятку с лишним дороже, почти даже на 16 тысяч рублей дороже, чем комплект из 75, 1.2 и 16, 1.2. Так что если вы хотите сразу покрыть и сверхширик, ну такой умеренный ширик, и отличный телевик, то возможно стоит рассмотреть именно комплект от Surrey. Давайте смотреть подробнее, будем давать баллы тому и другому объективу в разных категориях, и посмотрим, какой же будет в итоге все-таки интереснее за свои деньги. И начнем мы, друзья, с размера и веса. Viltrox все-таки гораздо более массивный объектив, у него и резьба под фильтр уже 77-я против 67-й, а значит более дорогие фильтры. И как вы видите, разница в весе тоже большая, поэтому первый балл мы отдаем Surrey. Но при этом у Viltrox есть и погодная защита, кольцо, диафрагмы, переключатели, кнопочки. В общем, по функционалу он интереснее, так что 1.1. Но вот если мы берем 16-ю Sigma и Viltrox против двух Surrey объективов, то разница в весе уже будет приличная, почти 300 граммов. Ну и как я уже сказал, разница в стоимости просто колоссальная, поэтому сразу за ценник еще одно очко Surrey объективу начислим. А теперь, друзья, давайте посмотрим на оптические показатели, насколько лучше будет Viltrox в данном случае. Поехали. Начинаем мы с F1.2. Винетка здесь не такая уж и страшная на обоих объективах. Дисторсии почти нет. Но вот Viltrox такое ощущение, что гораздо ближе, чем 75 миллиметров на самом деле. То есть у него как будто бы там 80 миллиметров практически уже получается. И я бы сказал, что это влияет и в том числе на показатель резкости, который мы будем смотреть. Он будет казаться резче из-за того, что он тупо ближе. Но что касается винетки, то она почти полностью уходит к F2.8. К F4 все становится совсем хорошо. И по резкости мы с вами можем наблюдать, что Viltrox действительно резче на открытый, на 1.2. Опять же, помните, что он чуть-чуть ближе у нас снимает. У них не идентичный фокусное расстояние, несмотря на то, что написано. То ли Surrey шире, то ли Viltrox у нас уже чем написано. Но в итоге к 2.8 мы почти похожую резкость получаем с вами. И к F4 она полностью выравнивается. А что касается углов кадра, то здесь в принципе похожие показатели. То есть чуть мягче Surrey, чуть резче Viltrox. Но опять же, разница не колоссальная. Вы ее голым глазом без зуммирования и пиксель пиппинга особо и не заметите. И как вы видите, к 2.8 у нас полностью пропадает виньетка. Но в целом мы даем 1 балл Viltrox. Дальше посмотрим на дыхание фокуса. Это важно для тех, кто занимается видеосъемкой. И как вы видите, на Viltrox оно очень сильное. Это действительно меня отпугивает в данном объективе. Именно для съемки видео. На фото все будет хорошо. Ну а снайпер очень неплохо держит дыхание фокуса. Для такого фокусного расстояния получает 1 балл. Что же касается хроматических аберраций, то оба объектива показывают хорошие результаты. Уже на f1.2 мы не видим особых проблем с хроматикой. И к f1.8 все становится ну просто идеально. По 0.5 балла даем каждому из объективов. Идем дальше. Минимальная дистанция фокусировки. Здесь ситуация двоякая. На f1.2 у нас резкости вообще нет на Surrey. Но что касается Viltrox, то он не может сфокусироваться настолько близко. Нам придется прикрываться на Surrey до 2.8, чтобы получить оптимальную резкость. Ну а Viltrox фокусируется просто дальше. Поэтому по полбалла даем каждому из объективов. Что же касается автофокуса, то здесь ситуация интересная. На седьмой скорости и чувствительности мы видим, что вроде как оба объектива неплохо отрабатывают. Но я бы сказал, что скорость автофокусировки все-таки на снайпере выше. Viltrox дольше фокусируется. Возможно там просто больше стекла нужно двигать самому объективу. И из-за этого мы получаем такой результат. Если же мы выбираем скорость фокусировки на пятерочку, то результаты становятся лучше, меньше вот этого дыхания. Но все еще Viltrox медленнее фокусируется, чем Surrey. То есть вы можете видеть, когда я выхожу из кадра и в него снова попадаю. Поэтому прямо скажем на троечку оба отрабатывают, но все-таки Surrey работает четче и быстрее. Теперь смотрим на засветы. Здесь у нас ситуация в принципе одинаковая, что на том, что на другом. То есть у нас есть падение контраста. И когда мы светим под большим углом, острым углом, то мы получаем с вами небольшие блики и падение контраста еще больше. Я бы сказал, что в данной ситуации лучше прикрыться до F2 и улучшить показатели. И чуть-чуть больше артефактов мы наблюдаем на Surrey Sniper. Поэтому Viltrox мы все-таки дадим один дополнительный балл за засветики или flares, как они называются по-английски. С точки зрения бакешки, здесь у нас разница в количестве лепестков диафрагмы. 15 лепестковая диафрагма на Surrey и 11 лепестковая диафрагма на Viltrox. Качество и мягкость самих бакешек вы можете наблюдать на этих примерах. Мне чуть ближе и мягче кажется как раз Surrey Sniper. Давайте теперь посмотрим на само качество бакешек уже в более классическом моем тесте, в таком вечерне-ночном. И здесь мы видим, что отличное качество бакешек что на одном, что на втором. Нет внутренней текстуры, нет аутландинга так называемого, нет хроматических аберраций по краям бакешек. Здесь все прекрасно. Давайте попробуем прикрыться. И когда мы прикрываемся, то чуть более округлыми бакешки остаются на Surrey Sniper. Но разница эта опять же не критичная. Я бы сказал, что бакешки плюс-минус идентичные в данном случае. Что касается углов кадра и бакешек к углам кадра, то конечно оба объектива имеют форму луковичек или кошачьего глаза. Это нормально. Но опять же нет никаких основных проблем. И то же самое касается и Кома Смирин. То есть мы видим, что на открытой диафрагме мы имеем идентичные показатели. И прикрываясь мы примерно те же самые показатели и наблюдаем. Ну а эффект Sun Stars от закрытых диафрагм. То есть вот на F8 я вам их сейчас показываю. Он тоже плюс-минус похожий. Так что здесь по полбалла мы даем каждому из объективов. Итого у нас 5,5 баллов против 4,5 баллов. Но учтите друзья, что это именно с учетом размера, веса и стоимости. Если мы убираем размер, вес и стоимость, то тогда Viltrox будет оптически интереснее. Но если мы все-таки учитываем все это, то Viltrox к сожалению проигрывает. Также не стоит забывать, что у обоих объективов есть USB Type-C порт для обновления прошивки. Возможно автофокус улучшится. В дальнейшем пока что я на последних прошивках просто их потестировал. Ну и стоит отметить еще друзья, что если вы все-таки наметились на 16 мм и 75 мм комплектом, то как раз вот со скидочкой этот комплект от Surrey будет просто невероятно привлекательным вариантом для того, чтобы его прикупить. По сути вам надо 16, 75 и в серединке там тот же Viltrox 27 1.2, который меня снимает например. И у вас полный комплект фиксов на все случаи жизни. И ширик, и средняя фокусная 27, там эквивалент 40. И соответственно отличный телевик для тех же интервьюшечек, просто песня классная. Мне оба понравились, но с точки зрения стоимости Surrey конечно сильно уделал Viltrox в данном случае. Ну а вы друзья напишите в комментариях какой бы вы объектив предпочли все-таки заплатить практически в два раза больше за Viltrox или же купить комплект из Surrey 16 1.75. В общем все мысли пишем в комментарии. Если этот ролик вам понравился, то смело жмите лайк, подписку и колокольчик. Я это очень ценю. Ну а вот здесь я вам оставляю сравнение Sigma 16 1.4 и Surrey 16 1.2. Увидимся в этом ролике друзья, пока. Берегите себя.